Итак, всем привет, новое видео, сегодня буду обрабатывать большую серию, здесь около 60 фотографий и вот просто для примера как обрабатываются серии, как переносятся настройки и прочее прочее. Обрабатывать буду на основе моего нового пресета, ссылка на видео о новом пресете будет в описании к этому видео, под тем видео будет ссылка на пресет, поэтому вы можете его посмотреть, скачать пресеты и также им пользоваться, все бесплатно. Прежде всего хочу сказать, что вообще это была свадьба в Праге, но вот эта серия, это мы просто с женой взяли с собой платье, она поехала со мной и мы гуляли по Праге и подбирали места, поэтому прям здесь сильно не придирайтесь к моментам, это не коммерческая съемка, это мы просто гуляли, шарились, фотографировались и искали где места, где будем потом свадьбу фотографировать, куда поедем с молодоженами. Поэтому тут и какие-то и бытовые фотографии будут попадаться и прочее, строго не судите. Начнем с простых, пресет, и ну здесь явно выражено, что пересветы на лице есть, их можно убрать либо хайлайтами, либо еще вот лучше, наверное, даже вот так вот. То есть не всегда засветы на лице, потому что, ну, чтобы какой-то объем, какой-то контраст тени выделились, как-то у нас даже еще тени припущу. Ну и немножечко баланс белого. У него все-таки хайлайты. Может быть чуть насыщенности приподнять. То есть я приподнял насыщенность, мне очень нравится, как получился зеленый, немножко не нравится, как получилась кожа, поэтому... Поэтому немножко приберу кожу. Ребят, видео не получится таким лаконичным, как я обычно делаю, когда я вырезаю все ненужное, все какие-то моменты, где я туплю, потому что тяжело обрабатывать и что-то говорить в это время. Иногда буду, может быть, вообще замолкать, поэтому, ну, не короткое получится. Кому интересно, кому надо, тот посмотрит. Кому нет, ну, нет. Следующая фотография. Применили. И немножко совсем тут. Вот так вот. И, в общем-то, все. Все фотографии здесь будут на 85 миллиметров. А, 35, вру, это мы пошли гулять, 35 миллиметров, 1.4. Вот, что-то такое. Сбросить кадрирование. Ну и просто потемнее. Следующий, ну, просто место, так же. Сейчас, наверное, больше даже, чтобы, как вот, как я обрабатываю в целом серии, не столько качество фотографий, повторюсь, мы просто гуляли, балдели, искали места. А, как происходит обработка серии. Ну, съемка от пола в любом месте, даже не самым интересным. Положите фотоаппарат на землю и сфотойти, и даже самое нылое место всегда будет выглядеть с земли поинтереснее. И кто планирует, попадает, там, какими-то способами будет снимать свадьбы в Европе, и там большая проблема, что, как бы, приезжаешь, такое же было у меня и на свадьбе в Риме и в Праге. Думаешь, в Европе все классно, красиво, а куда пойти снимать, фиг его знает. Потому что начинаешь идти вот во всякие известные места, там Карлов мост, там толпы, толпы людей, и вот, ну, вот такие вот, да, вот там куча людей, куча бомжей. Вот мусор валяется, собаки, алкаши, наркоманы, и в публичные места, в те, которые у нас... Вот я перескочил через фотографию, и я могу, смотрите, могу выделить какую-то фотографию, какая, мне кажется, больше всего сюда подойдет, вот эта. Потом выделяю и следующее, то есть, да, расстояние между ними большое несколько фотографий, и нажимаю применить. И важно, что многие считают, что эта кнопка, это применить с предыдущей фотографии, но нет, эта кнопка применить с предыдущей выделенной фотографии. То есть, он применил мне настройки не с этой фотки, а вот с этой, которую я только что выделил. Ну, и здесь немножечко. Вот поэтому, если будут какие-то возможности, вы там в отпуск поехали, либо живете где-то в той части России, что не так дорого в Европу ехать, и у вас появился какой-то заказ, платный, бесплатный, неважно, вы обязаны, пошаритесь, погуляйте, потому что это публичные места, популярные, которые, скажем так, официально считаются красивыми, всякие достопримечательности, там будет куча людей, и, ну, и если снимать их хотите в популярных местах, то нужно... О, затупил. Ну, то нужно либо рано идти, либо гулять, искать какие-то подворотни, заворотни и всякие интересные места, потому что самые клёвые штуки в Европе, они не там, где все туристы, а в каких-то таких закоулочках, интересных местечках. Сейчас дойдём попозже, дают. Ну, в общем-то, как вы видите, вся обработка сводится к работе вот здесь вот, крайне редко я опускаюсь ниже. Для этого и были сделаны пресеты. Ну, вот опять же, да, популярная улица, и вот так вот у всех достопримечательностей вот столько людей, поэтому ехать туда с парой, с молодоженами, с клиентами вообще не вариант. Есть ещё миф о существовании неких там организаторов, которые якобы знают места, эти организаторы вас чаще всего будут вводить в такие адовые места, что, ну, если это не VIP-топ организаторы, а более такие, опять же, если не ошибаюсь, организатор здесь стоил около 1000 евро, то есть он не ведущий, не вёл банкет, не вёл выездную регистрацию, он просто вообще не пойми, чем занимался, и как, ну, надеяться нужно на себя. Ну, вот опять же, благодаря нашему сайту мы тут отмечаем места с ребятами, и на сайте всё больше и больше мест интересных. Ну, хрень какая-то. Можно по новой накинуть. Когда лень искать вот здесь вот, какая больше подойдёт, чтобы её перекинуть, часто пресет по новой просто накидываю, и всё. Очень часто при работе с кожей, то есть я сейчас смотрел на лицо, а в сторону зелёного этот шевелю. Ребят, поначалу часто в голову не приходит, что работая с кожей, нужно пошевелить в сторону зелёного. В сторону зелёного мы шевелим не для того, чтобы сделать её зеленее, а для того, чтобы убрать пурпур на вот эти розовые оттенки из кожи. Здесь вот уже пошли в платье гулять, поинтереснее будет. По сути, вот уже несколько минут прошло, обработали чуть ли не 20 фотографий. В большинстве случаев, если вы на свадьбах выбираете хорошие места, то прогулка вот так вот и обрабатывается. Если у вас фотоаппарат не самый дешёвый, то есть не прям там, не Canon 1100 или подобный, и вы выбираете хорошие места, и нормально экспонируете фотографию, не светлее, не темнеет, то вот обработка так и происходит. Ну и со светом всё нормально, делайте без косяков. На фотографиях, на мой взгляд, есть, если говорить о цвете, важнейших три момента. Чтобы получилась нормального цвета зелень, очень часто у ребят зелень ближе вот к таким цветам получается, такого жёлтого, дешёвого, неприятного цвета. Чтобы белые вещи остались обязательно белыми, для этого, да, вот здесь мы убираем. На самом деле, вот, даже сейчас глаза не бросаются, но если поднять, мы видим, что в платье очень много синего. Информация о синем есть, поэтому убираем её, иначе это будет плохо. Ну и чтобы кожа была нормального цвета, тогда у нас всё клёво. Если все эти три компонента получаются у нас качественно, то есть белая осталась белым, зелень получилась приятного, дорогого цвета, и кожа получилась приятного цвета, то фотография чаще всего выглядит всегда дорого. Очень часто, то есть баланс белого, да, по идее, работает правильно, что нужно тыкать в белое, серое или чёрное. Но часто бывает, что в какие-то вообще непонятные цвета тыкаешь, и получается клёво. Особенно вот на асфальт, когда тыкаешь, часто асфальт даёт какой-то приятный баланс цвета. Ну, вот здесь, опять же, кто-то видит, кто-то нет. Вот здесь сейчас синее видно у нас. Если мы уберём, вот раз синее убралось. И прикольно. Вот туда же. Чуть насыщенность поднять. Получается всё довольно быстро, ну, можно, конечно, предоставить, что якобы места красивые, но, по сути, с точки зрения цвета, если убрать всю необычность, ну, вот обычная обшарпанная какая-то там панелька стоит, вот такие красные обшарпанные дома у нас в любой старый фонд полон красных домов. Ну, да, будут не свисать вот эти вот зелёные штуки, а будут стоять наши там тополя или ещё что-то. В большинстве случаев, ну, что-то подобное. Гаражные ворота в старом фонде, всякие бараки и прочее. А нечто подобное тоже есть у нас. То есть это всё миф, что в России негде снимать. На мастер-классах постоянно мне доказывают, что вот в нашем городе, причём я приезжаю из маленького Барновула в какой-нибудь город-миллионер, и мне пытаются доказать, что вот у нас тут негде снимать. Хотя на самом деле, вот вам чем не... Ну, цветочки есть, цветочки нет, не принципиально, но вот в старый фонд найти, по-любому, есть нечто подобное, которое подразмоется и не будет сильно отличаться от этого дома. Просто нужно как можно больше тренироваться, особенно поначалу использовать объективы типа 85 мм. Вот, кстати, здесь мы уже в платье стали гулять с 85-кой. И понимать, что задний фонд подразмоется, и будет красиво. У нас есть одно местечко в городе, мы когда ребят туда везём на свадьбы, а я им на телефоне ещё раз показываю, мы обсуждаем это до поездки, и я им на телефоне ещё раз показываю, говорю, вот будут вот такие фотографии, ты мне веришь? Невеста говорит, верю. Убеждаешься сто раз, что она верит, мы приезжаем, и видно у них дичайшее сомнение на лице, потому что думают вообще уроды, куда нас привезли, и что это за мусорка? Это как бы один из очень неблагополучных районов города. Там старый фонд, красные, обшарпанные дома, просто отвратительные. Разрушенный заборчик беленький такой, из камня, но очень разрушенный, и зелёные, унылые такие тополя, которые грязные. Но когда мы понимаем, что задний фонд размоется, зелень с красным, она очень клёво сочетается. Получается, что размытая зелень с красным превращается в клёвую абстракцию, а этот разрушенный мост, он видно только первые... А разрушенные столбики заборчика видно только первые столбики, остальные тоже размываются, и вот эта вся некрасивая ужасная вещь, она очень клёво сочетается по цветам. Поэтому, если вы думаете, что в вашем городе нет места, просто начните снимать с того, чтобы пользоваться объективами типа 85-ки, и искать места, понимая, как фон размоется, как цвета в размытом фоне у нас будут сочетаться. Вот, вроде несложно сказал. Ну, то есть, смотрите, я тыкаю, мне нравится цвет, но он бледный. Опять же, очень много видеороков, где нельзя задирать насыщенность. Но вот тот случай, мне кажется, очень в тему. Да, почти до максимума задрали насыщенность. Сейчас платье приберём, и всё. Ну, вот есть так вот с руками, да, поэтому как вариант кисточкой взять и убрать situations рук. Не люблю пользоваться кисточкой, потому что не получается после этого перекинуть пресет на следующую фотографию. Вот, то есть, было-встало, мы задрали на максимум, здесь saturation практически, да. Вибрансом крайне редко пользуюсь. Неоднократно слышал от людей, с которым мнению прислушиваюсь, что вибранс появился, когда Lightroom стали раскручивать в среде совсем не профессиональных фотографов, а просто любителей, и вот добавили эту прикольную штучку. Это типа, как в Инстаграме, сочность или что-то такое, бегунок. То есть, человеку, который не имеет особого вкуса, не имеет особых умений обрабатывать, поднял этот вибранс, и он что-то сделал по цветастей, поярче, по прикольней. Не сильно предсказуемо, не сильно линейно. Здесь же я могу поднять saturation, абсолютно понимая, что сейчас произойдёт, и все ненужные цвета, которые вылезли приглашить здесь, и, в общем-то, неоднократно от людей, чей цвет мне действительно нравится, прям нравится, не свадебных фотографов, которые бизнесмены, а не фотографы, а именно людей-фотографов, чей цвет мне нравится, которые именно фотографируют. Многократно от разных лиц слышал, что не пользуются вибрансом, работают saturation. Ну, можно, что бы. То есть, тут у нас вариант, либо выделить чёрные и белые какие-то моменты, ну, наверное, да, либо сделать её помёгче, как-то так. Клиенту я бы, наверное, не отдал, спорно, очень спорно, поймут, не поймут. На мастер-классе Егор Жилов очень клёво рассказывал, если вы сделали очень творческую фотографию, пожалуйста, сделайте дальше очень банальную фотографию. То есть, если вы решили сделать что-то такое там с диким переконтрастом, сделайте, чтобы вот следующая фотография шла вот такая вот, да, не по порядку. Кто не знает, как менять порядок, у меня есть видео, но ещё раз об этом. Обязательно выбрать вот здесь ту папку, из этого не будет работать, она должна быть выделена, в которой вы сейчас работаете, про Аганя называется. Она выделена, должна гореть, и тогда, только тогда появляется вот здесь вот эта штука. Если она будет не выделена, у вас не будет этой штуки. И теперь мы можем перемещать фотографии. То есть, если вот это был клиент, он увидел, понравилось, понравилось, клёвая фотка, какая-то нестандартная, что-то там тени, грубо, интересно. Был бы клиент неискушённый, подумал бы, что за хрень, вообще фотограф ужасный, потом рисунул, а, ну, нет, ладно, та фотка фигня, а вот это попроще ему понравится. Поэтому, если вы делаете что-то креативное, это прикольно, но следующая фотография, если вы не уверены на 100% в своих клиентах, следующую фотографию сделайте попроще. Сказать, где это снято в Праге или где-то в Барнауле, в каких-то закуточках старого фонда, вряд ли кто-то сможет точно быть уверенным. Потому слишком, слишком преувеличивает важность. Всегда можно сказать, я так вижу. Это не завал горизонт, это я так вижу. на самом деле, вот мы зашли вот сюда, в такую подворотню, вот там вот куча-куча туристов, я там показывал, на улице, и сейчас за нами происходит вот что-то, что-то вот, где что-то, вот кто-то, короче, вот что-то вот такое, вот там везде ходят люди, но мы гуляли, увидели подворотню, завернули, и там в абсолютной тишине, абсолютно спокойно, с интересным светом. Можно что-то делать, поработать, приехать сюда с молодоженами и прочее, прочее. Поэтому, если какой-то заказ появился, либо планируете, обязательно обшарьтесь, обходите, и не столько достопримечательностей, а сколько всякие закоулочки. Ищем какой-то цвет, что нам понравится, хотя бы крайне редко прям нравится, что-то, что просто ближе будет к тому, что нам хотелось бы. А еще кто не знает, если у вас по умолчанию только установили в Photoshop, то у вас вот эта галочка нажата, и когда вы тыкаете пипеткой, раз тыкнули, она у вас исчезла, и это пипец как неудобно тыкать искать. Поэтому эту галочку нужно убрать, и вы сможете сколько угодно тыкать пипеткой сюда. Ну, скорее всего, даже ЧБ. наверное бы, да, то есть не клево, что эта штука выходит из головы. Либо вписать ее полностью сюда, либо наоборот, чтобы она была как-то, надо было ниже присесть, чуть сковрировать. И вот сюда вот. Мне здесь нравится все, кроме того, как получилось лицо, потому что есть переконтраст, поэтому я уберу контраст посильней. И попробую что-то вот как-то так. Даже уберу насыщенность, наверное. Ну, и силуэтики. Либо вообще ЧБ. У меня есть видео по пресете ЧБ, там же также в описании к этому видео можно скачать пресет ЧБ. Очень часто, да, вот я его положил, он вот так вот ложится, потому что в большинстве случаев если нет сильного контраста в тему, что вот хайлайты убраны, но если что, он так лег, просто один бегунок возвращаете, и все. Ну, и нужен цвет. Если отдаете клиенту, всегда, если сделали ЧБ, обязательно должно быть нечто похожее в цвете оставаться. То есть, я как-то видел, ребята, мы дали фотографии, у них после каждой ЧБшки у фотографа шла эта же фотография в цвете. То есть, ну, как-то било по глазам. Не надо делать одни и те же. То есть, есть у нас две примерно похожих фотографии, одна в ЧБ, следующая тогда пусть будет в цвете. светлая девушка вписана в темный фон, поэтому я хочу постараться попробовать сделать насколько я смогу фон вокруг потемней, а вот ее посветлее. ну, и есть синева в платье все равно, поэтому еще чуть-чуть прибрать. Это мы пошли утром, наверное, часов в 10 утра, то есть, уже есть люди по-хорошему, если хотите снимать в публичных местах, популярных, то прям раненько-раненько. Но, опять же, если это свадьба, то не получится, потому что, ну, сборы невесты занимают часа 3-4, это девочке надо часов в 3 ночи начать собираться, чтобы раненько посниматься. А если лавстори, фотосессия, или просто с друзьями поехали, либо поехали с женой и взяли платье, то можно встать пораньше. По-хорошему, да, здесь лицо бы протереть. Не люблю пользоваться ластиком, потому что не перекинешь настройки, но здесь просится. Даже можно чуть сильнее протереть, и тогда мы сможем чуть приглушить окружающую среду. Может и не надо. Ну, здесь, блин, и ЧБ наверное, будет в тему. С рукой, конечно, да, то есть это уже при съемке. В идеале, вот все точно так же, чтобы руки были поближе, чтобы она еще тоньше была, и здесь какой-то букетик, пятнышком каким-то был бы, было бы клево. В цвете. Вот, кстати, в цвете, мне кажется, не так в глаза бросаются. Вот она разница, когда бывает, что реально фотка лучше делать либо ЧБ, либо цвет. Почему-то здесь, при контрасте, мне прям сильно видно, что вот рука как-то в стороне, не очень с ней. А вот здесь мне нравится. не скажу, прям нравится-нравится, было бы лучше, если бы ручки были вместе, но лучше, чем в ЧБ. Я их даже выложу. Ну и сейчас, чтобы немножко от Lightroom отдохнуть, экспорт, диск, по экспорту, ну и здесь вот название файла, какое хотите, и здесь ему будут присваиваться номера. Если вы много файлов выделяете, будет ЦУЦУ 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у меня стоит 80%, JPEG, обязательно SRGB. Сейчас перестал делать, но обычно здесь стоит у меня, здесь вот что-то слетело, обычно стоит по длинной стороне и 3 500 по длинной стороне. Это я стал делать после мастер-класса Двояковского. Он очевидил, что можно 3000 делать, но сделал 3 500, чтобы было спокойнее. То есть этого достаточно, чтобы печатать фотографии там 2-го, а 3-го размера 100%. В книге 30 на 30 сантиметров можно печатать фотографию на весь разворот, она будет длиной 60 сантиметров, все равно будет нормальное. Здесь стоит скрин стандарт, чтобы по речи было, ну и все, экспортируем. Сейчас я сразу буду экспортировать в Photoshop. Единственное, что не забывайте, бывает, что парочку фоток экспортировал в Photoshop, потом выделил все на экспорт и забыл здесь убрать. И у вас сотни фотографий загружаются в Photoshop и все, нахрен зависает компьютер. Видео в моем пресете есть опять же в YouTube, но сейчас я проделаю руками то, что у меня прописано в пресет. Очень мало делаю в Photoshop. То есть в Photoshop доделаются какие-то штрихи, но они какую-то интересную дороговизну что ли придают фотографии. первое, что делаю, это дублирую слой Ctrl-J, Ctrl-U, убираю насыщенность, способ наложения и мягкий свет. Это и дико стало поменьше. Это дает какой-то интересный контраст, какие-то такие оттенки и всегда в большинстве случаев делает цвет подороже, особенно кожа всегда становится как-то интереснее что ли. Не глобально, но вот что-то в этом есть. Наверное еще бы чуть-чуть бы. То есть не по третям у нас немножко фотография. Можно сделать еще вот такую вот штуку. Ctrl-A я все выделил. Немножечко сместил сюда. Теперь выделю вот так вот и немножечко сюда смещу и ничего не будет видно, но получилось что модель у нас по центру. Ой, не по центру, а по третьям стоит. Ну и вот сейчас взяли и посмотрим вот теперь она будет по третьям стоять. Даже еще бы вот сюда бы еще немножечко и сюда я не делал так чтобы этот угол остался остреньким чтобы он не растянулся. поэтому я выделяю до угла и растягиваю. Наверное так лучше. Интереснее. Если мне надо где-то подчеркнуть текстуру чего-либо можно сделать Ctrl-J Ctrl-U и умножение. И в умножении вот сюда заходим и вот такую штуку с Alt-ом щелкнули. Что это такое? У меня есть конкретно видео одно из самых первых видео на канале обзор пресета Photoshop и там подробнее это разбирается. не знаете посмотрите потому что я вещью постоянно пользуюсь в двух словах не объяснишь нужно смотреть и меняем прозрачность. Как-то это по-интересному всегда текстуру подчеркивает. Мне кажется чуть-чуть было так. Вот да чего не хватало неровненько было. Ну здесь можно пластикой подработать. Увеличиваем и кисточку поменьше и можем немного сто единственное прям ненавязчиво это делать чтобы оттого отвлечешься потом сбросишь и вообще ужас. еще можно сделать немножко акцент на модели нажали ctrl j слой продублировался ctrl m нажали и можно точку черного поднять поднять везде модель ластиком протереть можно на неполной прозрачности там у нас было сильно уж хотя знаете даже не так сделаем то есть как как вариант протереть вернуть модель здесь нам хотя нет клево так мне нравится то есть получилось что модель немножечко акцента больше на ней она как-то пообъем не сразу стала и либо второй вариант сейчас наверное здесь уже не в тему будет потому что перебор но часто бывает после мастер-класса двояковского выбираю ластик который вот рукой ведешь специально неаккуратно с запасом вырезаю объект съемки уточнить край здесь растушевка прям так вот с перебором дублируем слой control u насыщенность этого слоя убираем способ наложения мягкий свет это еще немножечко объем конкретно усиливается объем модели пары там или еще что сразу внимание к этому привлекаются объединяем слои после этого у нас самые черные части стали грязноватыми поэтому изображение коррекция выборочная коррекция цвета здесь выбираем черный и немножечко прям вот совсем чуть-чуть его убираем ну еще здесь также случайно заметил часто пользуюсь сейчас продублирую на всякий случай слой изображение коррекция выборочная коррекция цвета и здесь если белый выбрать очень интересный эффект у него получается то есть иногда бывает в эту сторону он немножко по-другому работает не как другие инструменты здесь даже вот сюда вот то есть если вы взять ctrl l и вот уровнями делать то будет не тот эффект как если это делать тем инструментом поэтому пользуюсь ну и шум меня часто спрашивают кто-то зачем для чего есть некое такое глупое утверждение мол вы купили люди очень так пафосно любят говорить типа я тебя правильно понял ты купил фотоаппарат за кучу денег чтобы снимать без шума применяешь какие-то еще и шумодавы а потом добавляешь шум да чувак ты правильно понял все так потому что шум который появляется в фотоаппарате при высоком ISO он жесть какой а шум правильно добавлен в фотошопе мне нравится большинство картин нарисованы на холстах с текстурой мы не можем монитору текстуру придать только если разбить монитор поэтому в электронном варианте придать текстуру нашему холсту мы как вариант можем то есть без перебора но сейчас пока шум не буду еще одну фишку часто делаю попробую здесь будет тем или нет тублировал слой фильтр размытия размытия по гауссу и вот типа у меня tilt shift есть люди которые мне говорят что вот это вообще не то жалкое подобие крайне сомневаюсь что есть люди которые на глаз часто смогут отличить tilt shift или нет tilt shift если что с асфальта здесь мне прикольно как асфальт получается мы сейчас его еще усилим наверное сейчас кое-что сделаем продублировал слой ctrl j и способ наложения экрана сейчас вот на это на все забейте только вот сюда смотрите где у нас плиточка начинаю вести бегунок черного пока только на плиточку что здесь происходит страшно ждем вот этого момента и вот полезли первые с альтом щелкнул и немножечко так вот раздвоил окей теперь с альтом нажимаю маску у нас все исчезло и белой кисточкой протираю вот тут вот сейчас будет понятно но вот отсюда надо убрать слишком светло а вот вот это мне нравится как появилась какая-то такая текстура интересная что-то фотография мне кажется она лучше стала конечно таким способом лучше усиливать вещи которые близко к модели находятся не так далеко потому что внимание не отвлекало если бы у нас здесь была какая-то интересная плитка либо девочка стояла бы вот здесь усилить вокруг ног и вот эту штуку было бы хорошо все объединяю дублируем слой фильтр добавить шум я экспортировал 3500 по длинной стороне плюс немножко кадрировал где-то на девятке я шум добавлю здесь и опять же смотрите уберу шум из белых кто не понимает что это такое обязательно посмотрите видео одно из первых о моем пресете фотошопе там все подробно рассказывать с этой штукой постоянно пользуюсь и из тени чуть-чуть уберем мне кажется клево можно попробовать сейчас дублируем слой и control b какая-то что у нас получилось ну наверное да но вернем кожу назад так фотографии крайне редко разумеется делать то есть это какие-то прям которые в портфолио пойдут либо на свадьбу прям совсем удачные то есть пресет намного короче там буквально 5-10 действий и они все однотипные ложатся если все правильно сделал в лайтруме то пресет хорошо ляжет кому это интересно посмотрите видос о пресете ну и наверное здесь будет в тему рамочки выделили вот этой штукой убедились что нижний цвет черный и опустили вот так и все сохранить вряд ли что-то получится сделать то есть либо вариант у нас сделать совсем светлую фотографию в таком стиле вот было вот стало мосты то есть во всех городах где вы работаете вы должны знать все мосты все арки у меня есть видео по съемке именно уже свадьбы в Праге там объясняются все преимущества моста и в любое время суток вы зашли под мост и у вас получилась мини-студия с красивым боковым освещением и поэтому независимо от того красивый некрасивый мост красивая некрасивая арка их надо знать все в вашем городе они очень часто нужны будут поднимаю насыщенность чтобы вот здесь что-то у нас интересненькое получилось а сейчас попробуем из лица но единственная проблема что у нас и лицо и стена в оранжевом канале поэтому единственный вариант это взять кисточку насыщенность убрать и протереть аккуратненько кожу аккуратненько и платьишко добавить света и клирити убрать и все снимаю на объектив который размывает фон вот это вообще все грязное было здесь какие-то аж плесень здесь царапин и все из-за того что фон подмытый у нас сильно это в глаза не бросается там какая-то кирпичная кладка еще что-то все будет более-менее приятно плюс здесь 35 миллиметров 1.4 если это был полтинник 1.4 либо 85 то еще сильнее бы все размылось но зато в солнечный день там в 12 часов дня в 11 когда солнце светит сверху у нас нет никаких некрасивых синяков сверху мы защитим мостом а сбоку у нас мягкое боковое освещение как от огромного софтбокса подходим поближе контрастный свет для мужского портрета отходим подальше помягче свет для женского портрета тыкаем баланс белого поднимем насыщенность или вообще в чб так оставим здесь нуля если есть возможность гуляйте ищите места в то время суток в которых будет реальная съемка потому что гуляли здесь утрем до обеда очень понравилось все так как-то интересно сочно понравилось как здесь получается приехали когда сюда на свадьбе с парой приехали ближе к вечеру место тоже а свет с другой стороны и все было довольно уныло неконтрастно и фотографии вообще не понравились как здесь вышли нуля ведь не люблю европу вся европа она вот такого цвета вот вот такого вот вот вы посмотрите вот на этот участок фотографии вы увидели все цвета в европейских городах большинстве случаев ну в популярных таких там Париж Рим Прага все очень очень вот эти все с черными они очень суицидальные у них культура у них все там такими башнями какими-то страшными иконами страшными статуями на которых все печальные и вот здесь все черные элементы короче не знаю в Таиланде снимать в Индии было намного красивее приятнее жизнерадостнее цвета короче я просто наверное не очень люблю Европу во всех городах можно найти какую-то белую стену и в нужное время суток особенно с церквями неважно верующие вы не верующие в большинстве городов есть белые храмы с белыми стенами храм квадратный то есть когда бы вы туда не приехали будет стена которая в тени зашли в тень на фоне белой стены с максимально ровным освещением фотографируетесь и получаете такие ровные портреты ровные портреты ровные фотографии получается интересно особенно невеста у нас в белом платье это всегда в тему ну а это все можно в фотошопе там или как-то все убрать получается ну давайте экспорт получается прикольно она может быть совсем грязная эта белая стена но нам достаточно 2 на 2 метра кусочка где стоит человек чтобы возле него ничего не стирать а все остальное мы можем замазать подмазать нам это вообще пофигу и вот такая штука у нас получилась мы можем даже еще вот так как-то сделать масштабнее все это и никто никогда не узнает ctrl t подтянули сюда ctrl t подтянули сюда и вот эту штуку теперь берем изображение коррекция выборочная коррекция цвета белый цвет и пошевелим посмотрим как лучше ну вот вот так вот теперь ctrl g а если подобала цветная я перевел в чб а так она и так черно-белая поэтому просто мягкий свет и немножечко только с тенями ctrl e и теперь опять изображение коррекция выборочная коррекция цвета и здесь у нас черный просто немножечко его ослабить все и вот даже ничего больше здесь сделать вот подошли к стене к любой белой стене обшарпаны поцарапаны не поймите как сфотографировались мы просто отвернулись от света и вот была вот такая фотография была такая фотография стала вот такая фотография тоже прикольно вышла ну и последнее наконец-то зелень убрались серости какие-то зеленые цвета появились у нас жизнерадостные смотрите я сейчас хочу сделать всей фотографии больше сочности задираю насыщенность немножко баланс белого прибираю и насыщенность вот здесь вот у кожи приберу и получилось и вот яркость кожи получится что у нас такая по детализированию что ли как-то вышло не перебор контрат поднять чуть-чуть красненького считаю ну и последнее здесь у нас фотография и все шампанское мы попросили с соседнего столика если не ошибаюсь не наше шампанское просто типа для атмосферы вот ну и по сути мы обработали 63 фотографии плюс я еще где-то делал паузу и останавливался вряд ли бы это все было наверное в два раза быстрее разумеется когда снимаем сборы еще какие-то места если сборы дома так быстро не получается постоянно что-то нам надо докручивать доделать потому что довольно херовые цвета часто на сборах очень много ЧБ если это дома на банкетах также часто проблема с цветом но если места прогулки выбирали вы вас слушали а чтобы вас слушали нужно сделать хорошую встречу с молодоженами правильно им все объяснить убедить что нужно ехать туда куда вы говорите либо давать на выбор несколько вариантов но вы их даете все хорошие если места выбраны правильно то вот так вот то есть 60 фотографий за сколько за 20 минут за 15 и 600 фотографий там за день за два ненапряжно можно сделать вот ну надеюсь это как-то кому-то было полезно сделаю чуть позже еще одно видео из более приземленных таких условий если получится с каких-то домашних сборов пишите задавайте вопросы не забывайте про мой проект по обзору мест и по критике фотографий особенно когда кто фотографирует в других городах есть карта открываете какой-то там город куда вы хотите поехать допустим вы снимаете в Барселону приехали пришли на фотосессию не знаете куда идти вот здесь вот очень много мест ребята отмечают людей очень много уже здесь и можно посмотреть повыбирать какие-то места что подойдет всякие закоулки улочки часто еще описание фотографии пишут ну и критика фотографий то есть об этом отдельное видео сайт по честной критике фотографии анонимные отзывы короче посмотрите видос ссылка на него будет в описании это очень нужно и если вам это нравится пожалуйста расскажите друзьям вещи полезные вот все отстал всем спасибо пишите задавайте вопросы о том